Поговорим о реанимации группы Вагнера и об усилении позиции СВР-игру на африканском континенте. Поговорим с вами про ударную группировку ЧВК Вагнер в Мали, сформированную. Есть у нас оттуда инсайт сегодня из Африки. И в этой части информация будет эксклюзивная, этого еще в новостной ленте я нигде не встречал. Соответственно, немножечко поговорим и про сегодняшний день. Буквально несколько часов назад мэр Парижа Анн Идальга объявила о решении городского совета переименовать улицу рядом с посольством Российской Федерации во Франции, в Париже, и назвать ее в честь Алексея Навального. Также поговорим о нарастании недовольства российских военных и о том, что у них в тылу начинается столкновение местных банд, так называемой братвы, с выжившими участниками, так называемой СВО. Соответственно, и о том, почему очень многие, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, хотят вернуться в Россию. Также поговорим, сегодня будет вкратце большой анонс, большого разговора о программе Саботаж, которая уже, по сути дела, начала работу в войсках. И поговорим вкратце тоже о провале спецоперации по организации ликвидации главы ГУР Кирилла Буданова. Итак, давайте степ-бай-степ. Сегодня и сейчас дам вам послушать решение. Сегодня состоялось в 235-м гарнизонном суде, такой, знаете, экспресс-метод Илоны Давыдовой по судебному судопроизводству. Значит, интересная ситуация. Буквально за 10 минут состоялось полностью заседание по рассмотрению ходатайства старшего следователя по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ, Главного военного следственного управления полковника юстиции Пановой, которое хотело поддержать генерал-майора Ивана Попова и изменить ему меру пресечения и заменить содержание подстражей на домашний арест. Вот сейчас вы послушаете, насколько судья спешил огласить это решение, видимо, настолько неудобно ему было самому это делать. Детский голос. Светлана ГВСУ, Главного следственного отдела ГВСУ, Главного следственного управления судья полковника юстиции Пановой, об изменении ранних бронемеров пресечения в виде заточения постраживания по поводу на меру пресечения в виде домашнего ареста. Отказать. На стоящее право я могу не дам в залу во второе западное правительство, в течение правительства, садя в Инсиф. Если вы не разобрали, я еще раз включу, внимательно постарайтесь послушать. Еще раз, это не убыстренная запись, это вот так вот судья 235-го гарнизонного суда проявляет уважение к генерал-майору, к боевому, бывшему командующему 58-й армии. Это вот отношение судей к генерал-майору, который находится в аквариуме суда, и к собравшимся журналистам, которые как раз для нас с вами и делают вот эти записи. Еще раз попробуйте разобрать, мне пришлось, чтобы вот расшифровать, что за следователь там такая ходатайствовала о замене меры пресечения, следователь гуманист. Мне пришлось три раза прослушивать в замедленном варианте, но и вот это вот в реальной жизни, послушайте. Вот буквально 15-17 секунд от тараторил судья, и на два месяца человека оставил под стражей. Вот, собственно говоря, как выглядит сейчас, все выглядел сегодня генерал-майор Иван Попов. Честно говоря, судя по тому, что мне рассказали журналисты, сегодня побывавшие там, мы созванивались, разговаривали, в общем, выглядит он, мягко говоря, надломленным. Ну, конечно, там постарался в конце улыбнуться, но говорить о том, что улыбался он от счастья, не приходится. Журналисты говорят, что у него глаза были такие полные слезы. Он, конечно, сдерживал эту эмоцию, но слышать, как тебя так походят, там, за три секунды возвращают обратно в следственный изолятор, да, наверное, генералу было неприятно. Значит, что озвучил так называемый судья, человек в мантии, что вот это решение об отказе в замене меры пресечения может быть обжаловано сторонами, соответственно, и следствием, главным военным следственным комитетом и самим Иваном Поповым в течение трех суток. Так что вполне возможно, что еще к концу недели и к началу следующей у нас будет еще одна новость из 235-го суда, касающаяся ситуации с Иваном Поповым. Интересная ситуация, в целом, буквально там 3-4 минуты. Я бы хотел с вами обсудить интересную ситуацию. Главное военно-следственное управление, военные следователи пытаются вытащить из следственного изолятора генерал-майора, пытаются это сделать сами следователи, а государственное обвинение, прокурор и судья не хотят менять меру пресечения. То есть сами следователи, которые проводят расследование, допрашивают Попова, допрашивают других участников, начинают восстанавливать всю картину. Они уже начали понимать, что мера пресечения в виде заключения под стражу не нужна, а прокуроры и судьи говорят Попову, посиди, сиди, не дергайся. Но опять же, еще не вечер, в течение трех суток они могут это обжаловать, и вполне возможно, в данном случае уже в третий раз, как говорится, Бог Троицу любит, Второй Западный окружной суд, возможно, вдруг что-то там поменяет. Почему это происходит? Вполне возможно, что это... Мы сначала думали, что это вот какие-то жестокие там судья с прокурором, и какой гуманный следователь, точнее, следовательница Панова. Но наш источник сказал, что, скорее всего, речь идет о такой хитрости, когда следователи попросили от Ивана Попова определенные показания и сделали ему предложение, пообещали ему заменить меру пресечения, если он поможет им в расследовании, поможет им, даст показания и, возможно, даст команду своим подчиненным давать показания. И вполне возможно, что Иван Попов пошел на договоренность с Пановой, и именно этим объясняется такой гуманизм полковника юстиции. Но при этом был такой договорняк с прокуратурой и судом, что все это будет формально, такой будет театр Бабы Фисы, а потом следователь Панова разведет руками и скажет Попова, «Ну, я свою часть выполнила, я ходатайствовала, чтобы тебя освободить из-под стражи под домашний арест, поэтому, извини, придется себе посидеть, не я это решаю уже, а прокуроры и судьи». Но судя по настрою, как действует прокуратура, как действует суд, если они засиливают решение о содержании под стражей, это означает, что, скорее всего, до конца, до оглашения приговора Иван Попов проведет это время в СИЗО, и, судя по всему, приговор будет обвинительный, потому что сами прокуроры и сами судьи никогда себя не обнуляют, не высмеивают, не подставляют. Если уж они там несколько раз продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей, то, соответственно, будут ходатайствовать и о сроке лишения свободы, и об отправке Ивана Попова уже в колонию. И вот один из наших модераторов мне даже написал, говорит, если честно, руки опускаются уже то, что легионеры, вот эти вот так называемые гладиаторы, которых генерал Попов называл своими гладиаторами, у него был позывной «Спартак», слили его, это чуть ли не последняя капля. На что еще надеяться? На заговор ФСБ или ФСО? Это смешно, Путин, это их семья, это и есть плоть от плоти, это система. Так что, в общем, вот у некоторых наших коллег надежды на какие-то изменения тают, как снег, но я не согласен, честно скажу, я считаю, что еще не вечер, и еще очень многое может измениться. Таких, как Иван Попов, достаточно в армии, и сейчас они сталкиваются с суровой реальностью. Оттуда, из тыла, из дома, к ним поступают новости, согласно которым им становится известно, что тех, кто возвращается с так называемой СВО, с вот этой подлой войны, их не то что встречают с хлебом с солью, как героев, а происходит регулярное избиение, местная братва приезжает, бьет им лица, приезжает с дубинками, с резинострелами, стенка на стенку, в результате которой бывшим участникам СВО и так называемым бухганарятам приходится ретироваться и убегать. В общем, атмосфера в тылу, мягко говоря, недружелюбная по отношению к участникам войны. И видя все это, видя и наблюдая все через телеграм-каналы, через средства массовой информации, у большого количества российских военных складывается понимание, что даже вопрос не в каком-то гуманизме по отношению к украинцам. В целом народ военный, люди черствые, не сентиментальные, скорее готовы слушать любые приказы и выполнять, к сожалению, несмотря на то, что на протяжении более двух с лишним лет мы объясняем, что это неправедная война. Но вот ситуация, которая происходит в тылу, она наглядно показывает, что они воюют за что-то, а там у них в тылу правит бал, криминальный мир, который контролирует улицу, где нету места новым героям, которые думают, что они выйдут и они будут в почете. Чтобы там Путин не декларировал про какой-то там социальный лифт и про то, что вот эти военные будут новой российской элитой, это абсолютно не так. И вот те видео, которые там и вчера были опубликованы широко в Телеграме, обсуждались, когда сначала в Игнариата приехали наводить порядки, потом приехала местная братва в Челябинске, которая их расстреляла из-за рензинострела, избила их, откуда они там бежали, в общем, так, что пятки сверкали. Все это показывает на то, что тех, кто будет, кто уцелеет, кто уцелеет, кто еще будет с руками, с ногами, ждут испытания на улице, ждут испытания криминалитетов. И, по сути, если вы помните историю России, 90-х я ее хорошо помню, я рос в Самаре, в Самарской области, в Тольятти был, такие непростые, мягко говоря, криминальные города. Я прекрасно помню и бригады тех, кто с Афгана возвращался и сбивался в какие-то определенные там бригады, и, соответственно, с другой стороны, бригады спортсменов. Казалось бы, прошло больше 30 лет с того периода, но все это вернулось в таком в новом виде, только если те воевали с афганцами, то эти сейчас воюют с украинцами, с теми, с кем они вместе еще 40 лет назад воевали когда-то с афганцами. Так что в этой части, мне кажется, что информацию нужно распространять, нужно использовать все возможные аргументы с тем, чтобы коммуницировать с теми, кто в российской армии, показывать им, что на самом деле происходит. В одном регионе затопление, и жены тех, кто воюет с кульками, с какими-то мокрыми вещами, выбравшись из затопления, значит, начинают задавать вопросы мэрам, за что их мужья воюют и за что их мужья гибнут. Выясняется, что оказывается у этих мэров, как у мэра Орска, детишки уже давно проживают в Дубае и себя прекрасно чувствуют и работают по линии нефтянки. А вот военным, военным достается вот эта вот история наследия. Разруха, разгул криминалитета и что им останется? Кого-то, у кого будут связи, кто будет правильно выстраивать отношения с исполнительной властью, возможно, действительно позовут на какую-то чиновничью должность. А так как в большинстве своем люди с посттравматическим синдромом после войны, с обостренным чувством, в том числе и обиды, и справедливости, и досады, потому что впереди их ждет досада, то, что они будут встречать на гражданке, ну, очевидно, это будет приводить к конфликтам. Кто-то после этих конфликтов будет оказываться в застенках, а кто-то будет сколачиваться, сбиваться в банды и организовывать новые преступные организации, преступные сообщества. Это вот такая вот история, картина на 10 лет вперед. Поэтому, что мне хочется сказать всем, кто так или иначе имеет отношение сегодня к вооруженным силам Российской Федерации. Чем быстрее вы вернетесь домой, чем быстрее вы возьметесь за голову и перестанете дурковать и слушать старого диктатора, тем быстрее у вас в регионе наладится жизнь. И наоборот, если вы будете думать, что с оружием в руках за какие-то там 200 тысяч рублей, за какие-то деньги вы, проливая кровь незнакомых вам людей на их земле, вы думаете, что вы заработаете себе какое-то счастье? Нет. Часть из вас там погибнет, часть станет инвалидами, а часть даже если уцелеет, вернется домой, где их будет ждать огромное разочарование и столкновение вот с таким вот криминальным миром, который показывает. При этом, заметьте, что представители этого криминального мира, они призывного возраста, но они чьи-то сыночки, чьи-то агенты, у них есть свои кураторы, их отмазывают, им дают возможность с оружием в руках заниматься криминальными делами у себя в регионе. Насколько я понимаю, после вот этого последнего такого широкого скандала именно с столкновением бывших вагнеровцев и братвы в Челябинске, ну, во-первых, по ушам досталось местному у ФСБ и у МВД, потому что, конечно, для оперативников это абсолютная утрата контроля за оперативной обстановкой в городе. Это 100%, конечно, они за это от Москвы отхватили. И, насколько нам уже успели источники сообщить, с улицы так и спускается постанова сверху вниз от ФСБ и от центрального аппарата МВД в регион уже пошла. Начали разговаривать кураторы криминального мира с так называемыми смотрящими положенцами, с тем, чтобы, в общем, больше трех уже не собираться и ничего подобного, чтобы впредь не было. И, соответственно, если подобное будет повторяться, будут гораздо более решительные меры, нежели там какие-то беседы с участковыми и в кабинете начальника уголовного розыска. Вот такая вот история. Так что, да, Попов остается в СИЗО. Дальше переходим к Фомину. Про Александра Фомина, про Олимп Сити Строй мы на нашем канале вместе с одним из наших экспертов рассказывали вам о гранд-коррупции в Министерстве обороны еще полтора-два года назад. Нас смотрят достаточно внимательные в Генпрокуратуре, ФСБ и так далее, смотрят, но, очевидно, руки у них связаны. И в какой-то определенный момент, когда мы оглашали эту информацию, там, 21-22 год, по-моему, очевидно, что им не давали возможности реализовываться по этим материалам. И при том, что гранд-коррупционная схема Министерства обороны была разоблачена, тем не менее и Александр Фомин, и Тимур Иванов, и ряд их сообщников продолжали единоросить бюджет Российской Федерации. Соответственно, дожили мы до того периода, когда совладелец Олимп Сити Строй находится в матросской тишине, его по видеоконференц-связи выводили с судьями Мосгорсуда сегодня. Соответственно, понятно, там БЗ без изменения меры пресечения, как Басманный решил под контролем ФСБ, так, конечно же, и будет. Поэтому здесь тоже своего рода получается такая презумпция, которая работает уже и в отношении Фомина, и в отношении Тимура Иванова, и в отношении целого ряда сообщников. И, да, вот кто-то написал про 210-ю, да, наш источник еще неделю назад говорил о том, что они сейчас, следователи, примеряются по статье 210-го уголовного кодекса, ждут одобрения сверху, так что вполне возможно, что объем предъявленного обвинения заместителю министра обороны Тимура Иванова и его сообщникам будет увеличиваться. Ну и, соответственно, там фигурирует уже взятка в размере более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Сейчас проверяются контракты Олимпситистроя, Фомина и его с подрядчиков, субподрядчиков. И, судя по тому, что нам рассказывает источник, близкий к этому делу, там уже встречные проверки более 20 юридических лиц показывают, что как минимум треть контрактов не подтверждена и треть контрактов были мнимы для того, чтобы просто сливать в помойные конторы, в обналичивающие фирмы денежные средства, чтобы получать наличность, чтобы как раз передавать взятки, откаты и делить вот эти вот деньги, похищенные из бюджета. Так что вполне возможно, что к этому букету у них еще добавится 159-я, 4-я, 164-я, 3-я, 285-я. Это растрата и мошенничество в особо крупном размере, и это злоупотребление должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям. Дальше, третья часть. Сегодня и вчера долгое время общался с нашим экспертом по ЧВК Вагнер, при том, что эта тема у нас ушла как бы немножко в тень в сторону, и многие расслабились из тех, кто курирует ЧВК Вагнер, и подумали, что мы от них отстали, про них забыли, и они даже в какой-то момент были очень довольны, что все поверили в то, что ЧВК Вагнер завершилась и закончилась, но не тут-то было. Информация из первых рук, буквально из Африки. Служба внешней разведки и ГРУ, Главное управление генштаба, реанимировали в итоге ЧВК Вагнер. За эти месяцы такой тишины, непривлечения внимания, они смогли только в Мали создать группировку более 5000 наемников. Об этом сделаем в ближайшие недели более подробный эфир именно про ЧВК Вагнер, но чтобы вы понимали, именно под контролем ЧВК Вагнер сегодня находится президент Мали, руководство, именно они их охраняют. Новые появились направленец и многие командиры в ЧВК Вагнер, согласованные с кураторами, имеющими прямое отношение к службе внешней разведки Российской Федерации и к Главному управлению генштаба. Штаб-квартира у них располагается в Бамака, офис их тоже нам известен, по нему сейчас плотно работаем, собираем информацию и стекается очень много информации по тем страшным преступлениям, которые они и группировка совершает на территории Мали и собирается к повторению вот этих вот схем в другой стране, в соседних чат. В целом, если в двух словах рассказать про схему, Кремль и российские спецслужбы активно наращивают влияние на африканском континенте, схема действует следующим образом. Существуют какие-то конкретные группировки террористов. Здесь уже остается только догадываться, насколько они поддерживаются Кремлем и службой внешней разведки. Я вам уже говорил, что наши источники по ЧВК Вагнер, по Сирии рассказывали, что в какой-то определенный момент один из штурмовых отрядов видел, как на удаленных аэродромах осуществляли выгрузку оружия из Ил-76 и все это передавалось не в ЧВК Вагнер и не в Министерство обороны, а эта разгрузка шла на территории подконтрольной ИГИЛ. Так что здесь вполне возможно было двурушничество и те, как раз кто это все видели в бинокле, пытались зафиксировать и об этом возмущаться, их очень быстро, вдруг, почему-то. Уткин и Пригожин отправили на, тогда это было в 2018 году, на штурм, на захват нефтяного нефтеперерабатывающего завода «Филипс Конака», который, очевидно, был под контролем сил специальных операций США. И, по сути дела, те люди, которых направили на это задание, их отправили на верную смерть с тем, чтобы их там американцы убили, разбомбили, уничтожили, с тем, чтобы, в общем, купировать в зародыши вот эти вот скандальные слухи. Но, тем не менее, значит, анализируя их тактику сейчас, в африканских странах, они локализуют террористическую организацию, дают возможность террористам пересечь границу, перейти в другое государство. Это небольшую какую-то конкретную страну они берут под свой контроль, берут руководство страны под свой контроль, под плотную охрану, и он становится от них зависим. И плавно, постепенно, соответственно, они дальше через дипломатию, через МИД, через СВР, через Генштаб, они постепенно развивают свое влияние и предлагают следующей стране, куда убежали террористы, свои услуги. При этом, отличительной особенностью присутствия человека Вагнер, который в целом ряде стран уже сейчас пытается замещать миссию ООН, иностранные легионы из Франции и другие военные подразделения, которые обеспечивали миротворческие миссии международных организаций, заключается в следующем. Если представители западных стран совместно с международными организациями в странах, где они работали, создавали школы, учебные заведения, строили больницы, пытались приносить, насколько это возможно, туда цивилизацию и культуру, то туда, куда приходит Челука Вагнер, приходят жестокие методы, методы в том числе дознания, пыток и методы садизма, тех, кого они захватывают и начинают подозревать в том, что если человек хотя бы отдаленно напоминает террориста или просто им чем-то не нравится, они его могут объявить террористом и могут его расстрелять прямо на месте, без суда, без какого-либо следствия. Либо забрать его к себе на базу, подвергнуть его допросу, после чего, опять же, все, кто практически у них бывает на базе, если за них в кратчайшие сроки не вмешиваются обеспеченные богатые родственники с выкупом, дальше этот человек фактически прощается с жизнью. И как минимум то, что и сегодня, и последний год мы собираем информацию по этой тематике стало нам известно, речь идет о сотнях убитых и, ну, а фактически о настоящем геноциде в отношении ряда племен и народностей, которые населяют часть Мали. По этой части, я еще раз говорю, мы пока спешить согласка этого не будем, это так небольшой анонс, чтобы вы просто понимали, что с одной стороны и в ЦАР, и в Мали сохраняются подразделения ЧВК Вагнер, да, Уткин убит, Пригожин, я считаю, что убит, наш источник сомневается, но тем не менее, в общем, пока все указывает на то, что Пригожина с Уткиным нет в живых, но тем не менее схема с ЧВК Вагнер продолжает использоваться российскими спецслужбами, вот такие вот прокси продолжают свое действие, а, соответственно, российская армия продолжает их вооружать, отправлять им, Русланами, и ИВМИ-76 вооружение, снаряды, боеприпасы и так далее. Поэтому здесь интересный момент, когда Путин начинает со своими чиновниками в Китае при общении с руководством Ирана, Северной Кореи, особенно в Пекине, рассказывать о том, как им тяжело, как у них не хватает вооружения и так далее, и так далее, в войне против Украины, тем не менее, они находят ресурсы для того, чтобы сразу в нескольких странах на Африканском континенте вести боевые действия и пытаться расширять зону своего влияния, причем и влияние такого со знаком минус. Дальше, что у нас сегодня? Так что да, те материалы, которые мы сейчас уже по ЧВК Вагнер собрали, мы их сейчас группируем и в целом ряде юрисдикций будем организовывать на международном уровне и в целом ряде национальных юрисдикций будем инициировать официальное расследование для того, чтобы все преступления этой террористической организации были в полном объеме разоблачены и осуждены. И поэтому те, некоторые мои, скажем так, коллеги и знакомые из международных организаций, которые мне на протяжении последних полугода говорили о том, что расследовать преступление ЧВК Вагнер сегодня не так актуально, ЧВК Вагнер уже больше не существует, у нас есть более актуальные задачи, значит, хреново работают соответствующие там разведслужбы, которые обслуживают международное расследование там или там оперативники, плохо собирают информацию, нужно расследовать и расследовать нужно в полном объеме, использовать все возможности для сбора информации, а не ждать, когда еще одну другую страну они возьмут под контроль, получат еще больше золота, еще больше алмазов, бриллиантов, редкоземельных металлов, и смогут еще больше выстраивать взаимоотношения и с Ираном, и с Северной Кореей, которым эти редкоземельные металлы для их ядерных программ нужны очень и очень. Так, да, про, соответственно, давайте поговорим про новый санкционный лист. Сегодня Европейский Союз внес, расширил санкционный лист, санкционные списки, в них попали и Федеральная служба исполнения наказания, и целый ряд чиновников силового российского блока, следственно-судебного, прокуроры и судьи, которые так или иначе принимали участие в деле в отношении Алексея Навального и еще нескольких политзаключенных. Идет такой тренд. С одной стороны, мы видим решение Парижской мэрии, достаточно символично, что посольство России окажется по адресу на улице Алексея Навального. То есть, в этой части то, что хотел Владимир Путин сделать, убив своего главного конкурента с тем, чтобы Навального забыли. Но очевидно, что в демократических странах Навального не собираются забывать, и наоборот, они будут об Алексею Анатольевичу Навальному всячески и Путину, и всем россиянам напоминать. В том числе, конкретно вот через эту интересную историю, когда теперь, что бы там ни происходило, рядом с посольством Российской Федерации будет улица Алексея Навального. По европейскому санкционному листу, значит, что мне хочется добавить. Интересно, да, если с физическими лицами более-менее понятно, они попали в санкции, не будут выдавать визы, и будут пытаться найти какие-то счета, которые у них есть в Европе. Я думаю, что те люди, которые принимали участие в судьбе Навального, скорее всего, были проверены ФСБ, вряд ли у них вообще что-то есть в Европе. По этой части я не думаю, что будут какие-то серьезные болезненные санкции. А вот то, что целую федеральную службу исполнения наказания включают в санкционные листы, это очень и очень интересно. Будет ли это означать, что под санкции Европейского Союза попадут все сотрудники ФСИН, я пока не знаю, у меня скорее больше вопросов, чем ответов по этому санкционному листу. Но, наверное, имеет смысл зачитать, что же указали в Евросоюзе по этой части. Итак, если позволите, значит, сейчас зачитаю. ФСИН является, я на русский переведу, перевел уже, прочитаю. ФСИН является центральным органом управления российской пенитенциарной системой. известной своими широкомасштабными и систематическими злоупотреблениями и жестоким обращением с, и вот здесь вот, но я буду зачитывать, потом я прокомментирую, с политическими заключенными в России. Как федеральное ведомство ФСИН отвечает за исправительные колонии, где российский оппозиционный политик Алексей Навальный содержался по политически мотивированным обвинениям и в конечном итоге скончался 16 февраля 2024 года. Жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращения, приведшее к серьезному ухудшению его здоровья. Другие политзаключенные, содержащиеся в российской пенитенциарной системе, в столь же суровых условиях содержания подвергаются издевательствам и жестокому обращению, целью которого является их физическое и психологическое сломление. Таким образом, ФСИН несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинства виды обращения. Что мне хочется здесь сразу прокомментировать? С одной стороны, я, конечно же, приветствую это решение. Лучше так, чем никак, лучше поздно, чем вообще никогда. С другой стороны, опять 25, опять те же самые грабли. Появляется формулировка политзаключенные. В России десятки тысяч заключенных находятся в местах лишения свободы несправедливо, без вины, по сфальсифицированным уголовным делам, из-за выбитых показаний, из-за выбитых под пытками явок с повинными самоговоров и оговоров третьих лиц. их в расчет сегодня не берут, даже не упоминают. Дальше. В военных концлагерях Российской Федерации, сформированных на базе более 10 учреждений в СИН России под контролем ФСБ и Минобороны, содержатся тысячи и тысячи граждан Украины. Люди, побывавшие в плену, например, тот же самый Алексей Ануля, дают шокирующие показания, свидетельства. И это не просто свидетельства, а они собой показывают, когда они освобождаются, они освобождаются как скелеты. Они похожи на жертв концлагерей Третьего Рейха. в видео, которое мне присылал Алексей Ануля во время самых первых дней оказания ему медпомощи, там видно, что у него опухшие раздутые ноги с такими огромными дырами, куда можно по два пальца засовывать. И врачи сделали огромные усилия, он пережил 17 операций и микроопераций, просто чтобы восстановить возможность ходить, сохранить свою жизнь. в санкционном списке вот те, кто готовили это решение Евросоюза, нету ни слова про украинских пленных. Мы передали в парламентскую ассамблею Совета Европы в прошлом году, в марте 23-го года, как раз была годовщина помещения украинских пленных в военные российские концлагеря, мы с Сергеем Савельевым передали 200 гигабайт материалов и доказательств, которые прямо указывают на систему пыток. Мы сообщили под стенограмму о том, что в марте 23-го года это можно найти, вбиваете CPT PASA Torture в Ютубе. И это видео вы запросто найдете с нашими выступлениями на английском языке со мной и Сергеем Савельевым. Мы прямо там в парламентской ассамблеи Совета Европы говорили об этой проблеме. Мы знаем, что большую работу Офис Генерального прокурора Украины проводит, чтобы собирать материалы, опрашивать, фиксировать вместе с СБУ показания тех украинцев, кто возвращается из плена. Мы отправляли достаточно большое количество материалов. Мы эвакуировали для международного расследования целый ряд очень важных свидетелей, которые об этом дают показания. Я не понимаю, где мы недорабатываем, что мы делаем не так, что в подобных решениях абсолютно не указываются ни другие, ни политзаключенные, но те, кто пострадали в результате пыток, ни украинские военнопленные. Почему существует система, я не буду говорить там двойных стандартов, и я не хочу вбивать клин и вносить какие-то противоречия между политзаключенными и украинскими пленными и так далее. Но мне абсолютно непонятно. Огромные массивы данных о пыточных конвейерах, данные о сотнях избитых и изнасилованных, про них нет ни слова, хотя очевидно даже с помощью отсмотра этого видеоархива, что они подвергаются гораздо более жестокому обращению, чем в среднем политзаключенные в России. То же самое касается украинских пленных. Я как правозащитник я не могу этого понять и принять. Что это такая за политическая правозащита? Мы должны теперь, чтобы привлекать внимание к человеку, если его бьют и пытают, просить его написать какой-то манифест небольшой, чтобы мы его причислили к лику политзаключенных и тогда на них внимание будут обращать, а до этого на мирных граждан Украины, которых захватывают просто потому, что у них в руках был там айпэд, айфон с какими-то там данными, с телефоном СБУ или полиции, которые просто пытались защищать свою землю и сообщать в свои собственные правоохранительные органы информацию о том, что к ним захватчики в город пришли. Они не полит, не нужно про них ничего здесь писать. Те люди, которым разрывали кишечники швабрами, кипятильниками и так далее, которых шесточайше пытались и которые проходили через карательную психиатрию МТБ-19 в Ростове, которых тоже закалывали за жалобы, за обращения, за какие-то заявления. Если мы их не называем политзаключенными, их тоже не будут принять его внимание. В общем, у меня очень много к этому документу вопросов. Я рад, что они хотя бы в таком виде отражают и признают, что в ОФСИН систематически нарушаются права, но при этом почему они закрывают свои глаза на очевидные факты и свидетельства, мне вообще непонятно. Но очевидно, видимо, что я и такие, как я, мы просто не дорабатываем вообще. И я буду надеяться, что в 2024 году мне удастся сесть за один стол с теми, кто вот эти подобные акты составляет, представить им уже в третий раз все эти материалы и задать им вопрос, и посмотреть им в глаза, и выслушать их аргументы и их объяснения. Нам о многом есть о чем поговорить. И еще раз подчеркну, мы сделали все возможное в прошлом году, чтобы разоблачить пыточные конвейеры и чтобы показать, что в России совершаются длящиеся преступления против человечества и человечности. Более 20 лет подряд путинский режим в прямом смысле слова насиловал, пытал, убивал россиян с помощью страшных методов пыток, подчиняя их волю. Последние несколько лет мы понимаем, что этому подвержены, этому подвергаются этим бесчеречным методом еще и украинцы. Пленные как мирные гражданские, так и военно-пленные. Мы говорили об этом в 22-м году, говорили об этом в 23-м году, и я буду говорить об этом в 24-м году, пока мы не увидим конкретных результатов. Я еще раз говорю о том, что необходимо либо на уровне международного уголовного суда организовывать соответствующее расследование и привлечение к уголовной ответственности всех виновных лиц, не директоров СИН, не только директоров СИН, не первого заместителя Бояринева, а полностью все главное оперативное управление, курирующее пыточные конвейеры, полностью все главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ГУАДОП, это внутренняя, внутрифсиновская разведка, это управление собственной безопасности, которое очевидно курировало и противодействовало и ГУЛАГу нет, и Алексею Навальному, и большому количеству тех людей, которые так или иначе пытались разоблачать каждый по-своему этот ГУЛАГ 21 века, и я буду делать все возможное, я буду еще раз, я публично сегодня обращаюсь, я понимаю, что со мной так общались, я ей показания давал, и так далее, все это как-то все тихо происходит, и так все тихо, и мы все ждем, 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 проходит уже больше года, поэтому я здесь и сейчас открыто говорю о том, что я призываю офис прокурора Международного уголовного суда, я призываю судей Международного уголовного суда, я призываю представителей всех международных организаций как можно скорее организовать уголовное преследование в отношении тех, кто последние более чем 10 лет бил, пытал и убивал и россиян, и последние два с половиной года мучает украинских пленных, эти ордера, это расследование нужны как воздух, подобные расследования могут как минимум остудить горячие головы, остудить пыл тысяч садистов и защитить тысячи людей, и украинцев, и россиян, я никого не делю по национальности и буду защищать и россиян, и украинцев, которые находятся в этих пыточных конвейерах, подвергаются жестокости. Поэтому, когда мне показывают подобные решения и думают, что мы, как маленький пудель, будем махать хвостиком и радоваться тому, что наконец ВСИН появился в санкционных списках, мы не будем. У меня очень много вопросов к этим еврочиновникам, и у меня очень много вопросов, почему нам понадобилось два с половиной года до вот этого момента, почему нужно было дождаться, чтобы Алексея Навального убили, с тем, чтобы потом начинать действовать. Извините, просто накипело, сказал бы еще больше, но в Ютубе цензура, и вас уважаю. Так что, я еще раз подчеркну, мы очень многое сделали за последние два года, и сейчас в моменте еще проводим на свой страх и риск еще определенные операции, для того, чтобы получить еще больше документов, доказательств и свидетельств. Но я не знаю, куда мне еще обращаться, и куда мне нужно отправлять все эти материалы, чтобы мы увидели какие-то конкретные действия. извините за эмоции. Дальше. Да, и последняя мысль, раз уж мы там про Синдзи говорили, вот, последние недели мы сделали очень многое, чтобы получить еще больше материалов по целому ряду учреждений и управления ВСИН. Получили эти материалы, не знаю, там, с недели на неделю опубликуем и кое-какие видео, и кое-какие фото с последними там датами, там, мая 24-го года. Так что здесь привет всей контрразведке и всем этим ОСБшникам, ОСБшникам и ГОУВСИН. Вот, дырявые ваши системы по полной программе. Значит, что мне важно здесь сказать? У нас есть списки отправки заключенных из целого ряда учреждений ВСИН на так называемую СВО. У них там папочки так называются СВО на СВО. Понятно, что это война. Поэтому здесь в продолжении вот этой ВСИНовской тематики вот все эти уважаемые очень умные, очень талантливые, более образованные члены и господа должны еще учитывать, что ВСИН ФСБ и Минобороны совместно отправили убивать и быть убитыми более ста тысяч осужденных из российских колоний. И для России это война это преступная агрессия, это война оккупационная. И то, что они из колоний абсолютно незаконно, абсолютно антиконституционно направили более 50 тысяч заключенных, а в ЧВК Вагнер они именно так и отправляли заключенных. Это потом они уже переписали 10 раз законы, подогнали с тем, чтобы хотя бы каким-то образом легитимизировать отправку заключенных в Минобороны. Но первые 50 тысяч это все было сделано в срочном порядке, у них всыпалась линия фронта, они в срочном порядке из Африки перебрасывали ЧВК Вагнер и повышали в звании Сергея Суровикина, им срочно понадобился расходный материал пушечное минное мясо, и они отправляли заключенных еще раз подчеркну, убивать и быть убитыми. Так вот, я еще раз говорю, да, я не знаю, сколько я там проживу, сколько я протяну с этим правдорубством, но важно понимать, что сам факт отправки заключенных на войну, на чужую территорию, и здесь я сейчас скажу немножко, что я думаю по поводу того, что сейчас делают украинские власти по отправке заключенных на фронт, но с точки зрения международного законодательства и с точки зрения права, то, как ФСИН вытаскивало и отдавало заключенных в ЧВК Вагнер, которые заходили на территорию чужой страны без каких-либо там загранпаспортов, абсолютно незаконно, вторгаясь и убивая, это очевидно такое длящееся преступление против человечества и человечности. Они заложили вот эту бомбу замедленного действия, которая срабатывала и превратила вот этот город Бахмут в сплошное месиво, где убиты огромное количество десятки тысяч и россиян и украинцев. И об этом тоже нужно говорить. И почему вот в этом решении извините, кто о чем, а я об этом, Европейского Союза нету ни одного упоминания, ни одной строчки о том, что ФСИН отправила более 100 тысяч заключенных на войну на фронт, я не знаю, либо там какая-то проблема со сбором информации и нам нужно все это переводить на французский, на немецкий, на английский и публиковать здесь. Вот в общем по этой части вот это должно быть отдельным большим эпизодом международного расследования. Наверняка кто-то мне скажет, особенно из тех людей, которые там, из той части аудитории, которые так или иначе там в России поддерживают умеренно или не совсем умеренно или вообще не умеренно Владимира Путина, иногда к нам приходят такие люди, мы тоже их приветствуем, мы всем рады. Значит, вот они скажут, Владимир, ну а как же так, вот последние несколько дней недавно появилась новость про отправку украинских заключенных на фронт. Значит, здесь сначала официальная новость, украинские осужденные будут штурмовыми каме, заявил министр юстиции Украины Малюська. По состоянию на данный момент это будут штурмовые подразделения, речь идет о мобилизации осужденных, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц от бывших наказания, то есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими, отметил Малюська. По словам министра юстиции Украины, мобилизованные осужденные, пока не участвуют в боевых действиях, они проходят подготовку. При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими. Насколько я понимаю, мой хороший знакомый, товарищ, друг Владимир Золкин, он, общаясь большое количество времени с российскими военнопленными, снимая про них материалы, он сталкивался с большим количеством и заключенных, бывших заключенных, которые воевали в 2022 году в Челоковагнер, в 2023 году уже там Шторм-Зет и другие спецформирования. Чтобы было понятно, и Челоковагнер, и вот эти специальные формирования это с точки зрения России были абсолютно незаконные формирования, которые просто формально оформлялись какими-то там договорами и контрактами. На самом деле с точки зрения законодательства это было не предусмотрено и сейчас по этой части будем инициировать целый ряд проверок и расследований еще и внутри России. Вот. Тут у нас как раз сейчас полный объем информации есть с учетом вот того архива, который мы получили в мае. Так что, в общем, здесь я думаю, что будут новости в течение каких-то месяцев по официальным проверкам. Значит, так вот, Владимир Золкин, общаясь с российскими заключенными, он встречаясь регулярно с украинскими политиками, с украинскими военными военноначальниками и с теми, кто работает с Минюстом и с координационным штабом, он неоднократно поднимал эту тему и, по-моему, в интервью Дмитрия Гордона он как раз об этом и говорил, что почему Россия может отправлять заключенных на войну и почему Украина не может отправлять заключенных из тюрем, при том, что в украинских тюрьмах большое количество патриотов, тех людей, которые хотят выйти и воевать, чтобы защитить Украину от этого вторжения. В общем, так или иначе, еще несколько недель назад Золкин об этом говорил и не понимал, почему этого не происходит. Буквально через какое-то время после его интервью министр юстиции заявил об этом, значит, прошли новости, что в Украине будут мобилизовывать заключенных, осужденных и освобождать. И, соответственно, вот сейчас уже есть подтверждение сегодня от министра юстиции, что из них будут формировать штурмовые отряды. То есть, по сути дела, это такой зеркальный ответ применения методов, но есть все-таки две разницы, две большие разницы. Первое, это то, что для России эта война оккупационная. Россия пытается захватить чужие территории, пытается, по сути дела, украсть. Это как вот, если знаете, вот у вас есть квартира, а мы с вами, я к вам в гости приду, и мы вместе с вами пойдем в соседнюю квартиру, драться там с большими набитыми кулаками, применяя всевозможные методы, чтобы еще и одну комнату или пару комнат у соседа забрать, значит, отрезать и прикрепить к вашей квартире. Мне, конечно, хочется, чтобы у каждого из вас квадратные метры жилплощади увеличились, и вообще, чем больше квартиры, тем комфортнее, тем больше мы с вами можем дома поместить всего, чтобы у нас свои были там библиотеки, спортзалы и так далее. Но это можно сделать, если у тебя, честно, заработаны деньги, ты можешь что-то купить побольше по квадратуре. А отбирать силы и убивать соседей в соседней квартире, просто чтобы у тебя появилась возможность поставить там сауну и спортзал, ну, понятно, что это преступление. Если вы попробуете это исполнить в любом городе Российской Федерации, то вас милиция, следственный комитет очень быстро спеленают, арестуют, отвезут в следственный изолятор и посадят на длительный срок. Но, то есть, человеку нельзя на соседнюю жилплощадь залазить, а здесь в какой-то момент Путин посчитал, что ему почему-то можно залезать на территорию другого государства, разрушать города, убивать и так далее. Поэтому, еще раз, это преступная война. Здесь не должно быть при всей моей объективности, именно объективности, не должно быть никаких иллюзий. Наша команда никогда не одобрит оккупационные войны, никогда не одобрит и не поддержит агрессора. И мы будем осуждать и отправку мобилизованных, и призывников, и контрактников на войну, и, конечно, в первую очередь, как правозащитники, которые занимаются больше, уже 12 лет, защите права граждан в местах и принудительного содержания в России, мы будем говорить о недопустимости отправки российских заключенных на территории чужого государства. Если бы речь шла про то, что какой-то сильный или там не очень сильный, но тем не менее враг нападет на территорию России, начнется проникновение на территорию, захват территорий, вот то, что делает сегодня Россия на территории Украины, конечно, в данном случае, если речь про то, что завтра и ту же самую колонию или тюрьму захватят заключенных там будут обращать в свою армию или пытать или расстреливать, мы знали примеры, когда грубейшим образом нарушались права человека в украинских колониях во время оккупации, захвата этих колоний российскими войсками, российскими спецслужбами. Так вот, в таком случае, конечно же, наверное, было бы логичным тех людей, которые там находятся по обвинениям в легких и средней тяжести, конечно, их можно отпускать, освобождать, тем более, если они горят желанием брать в руки оружие, защищать свою землю. Вопросов нет. Но так дело в том, что ни НАТО, ни Китай, ни Украина на Россию не нападали. Никто не хочет оккупировать Белгородскую область, Курскую область, Ростовскую область с тем, чтобы ее прикрепить к Украине или к Европейскому Союзу или к Соединенным Штатам Америки. Теперь история про украинских заключенных. Первая и большая разница, насколько я понимаю, еще раз, как бы, да, здесь с оговоркой, что я лично всего пока документа оборота по этой теме не видел, но тем не менее, насколько мне известно, ни насильников, ни убийц, ни тех, кто совершил какие-то очень страшные преступления, не собираются освобождать, мобилизовывать, отправлять воевать. Это очень сильно отличается от того, что делал Пригожин. Пригожин приходил в колонии и говорил, что мне нужны ваши таланты убийц. И они действительно выбирали из колоний тех, кто был осужден за убийства, за двойные убийства. и у них была вот эта система отрицательного отбора. Украина, тех, кто совершил особо тяжкие преступления, по крайней мере, как я понимаю, не мобилизует. Это раз. По крайней мере, я об этом в украинской прессе читал и в разъяснениях к этому решению. И второе, они освобождают украинцев для того, чтобы они защищали свою землю, свою страну, патриотично выполняли свой мужской долг защитников. Они принимали участие в оккупации, в преступлении на территории Российской Федерации. Поэтому до той поры, пока речь идет о привлечении бывших украинских заключенных, об их освобождении и о привлечении их к защите своей страны, это можно только приветствовать. В тот самый момент, когда мы поймем, что они создают какие-то штурмовые бригады, освобождают убийц для того, чтобы отправлять их на территорию Белгородской или Курской областей, чтобы устраивать террор и терроризировать мирное население, в этот момент, конечно же, мое мнение об этом поменяется. Но, насколько я понимаю, речь идет не о вторжении на территорию России, а об освобождении законных территорий Украины. Поэтому в этой части, когда кто-то попытается сказать, что, вы знаете, это знак равенства, это одна и та же схема, нет. И это не потому, что мы сочувствуем, сопереживаем Украине, а просто нужно быть объективными. Освобождать заключенных для того, чтобы защищать родную землю, которую могут захватить оккупанты, это одно. Освобождать заключенных, которые совершали особо тяжкие преступления, которые были осуждены за страшные, кровавые преступления, давать им возможность проходить военную подготовку и убийцам, которые уже в своей жизни собственными руками или ножом или лопатой кого-то убивали или топором, вдавать в руки оружие и учить их пользоваться гранатометами, автоматами, пистолетами и тактики ближнего и среднего боя, это, с одной стороны, создавать условия для совершения военных преступлений, потому что это не кадровые военные, и они не знают, что такое хорошо и что такое плохо, а во-вторых, это закладывать еще бомбу замедленного действия под свою собственную страну, потому что не все погибнут, а как минимум половина вернется там или чуть меньше половины к себе домой, и у них уже будет весь спектр криминальных талантов, вот так вот, по этой части. Что еще я хотел сегодня сказать? Да, про программу «Саботаж». Такой небольшой анонс, уже больше часа в эфире, постараюсь сейчас минут за пять закончить, и еще минут десять поотвечать на ваши вопросы по программе «Саботаж». Саботаж я думаю, что на этой неделе или на следующей я поговорю с одним из наших знакомых для нашего канала, и мы расскажем чуть более подробно о вот этой конкретной программе «Саботаж» проекта «Нет войне». Это программа для тех, кто как минимум не хочет причинять зла Украине и кто по роду службы должен выполнять те или иные в том числе преступные приказы для атаки и для убийства украинцев, но на самом деле делать этого не хочет. Появилось целое направление в последние месяцы, мы это фиксируем по горячей линии «Нет войне», появилось целое направление в вооруженных силах России, когда люди говорят, я не могу уйти, покинуть расположение по тем или иным причинам, но в то же самое время я не готов стрелять в украинцев. И поэтому только за последние несколько дней в авиации 9 бомб сошли над территорией России и не долетели до территории Украины. И судя по тому, что мы видим и наблюдаем, это количество будет увеличиваться. Здесь важно только единственное, что сказать, что те, кто принимают участие в этом саботаже, чтобы они все-таки условно, если хотите, не бомбили Воронеж, не бомбили Белгород. То есть надо тогда выбирать какие-то районы незаселенные, где если уж там и сбрасывать, то сбрасывать там, где не будет урона человеческим жизням. Мы об этом будем разговаривать и я вам могу сказать, что и с украинской стороны буквально 2-3 дня назад я разговаривал с одним человеком, который имеет прямое отношение к Министерству обороны Украины. Этот человек мне рассказал, что начали фиксировать прилеты я не буду говорить какого конкретно серьезного вооружения, которое не разрывается, у которого либо нет заряда, либо заряд неполный для того, чтобы произошла детонация и на них начали появляться надписи «Помог чем смог». я постараюсь сегодня не забегать вперед и буду максимально кратко по этой тематике, но я просто хочу сказать, что когда я говорю о том, что в вооруженных силах России не все хотят воевать против Украины и многие хотят вернуться, это не какие-то кто-то пишет это слишком оптимистично, вот у вас какие-то розовые очки, вы пытаетесь о них думать лучше, чем они есть на самом деле и так далее, я знаю, что там большое количество людей не видит в украинцах настоящих врагов и я знаю целый ряд примеров, о каких-то я пока еще не буду в прямом эфире рассказывать, когда каждый на своем месте делает так, чтобы лишний раз кого-то не убить и вот я так понимаю, что и украинская сторона начала фиксировать вот вот эту тенденцию поэтому мы проведем это будет в форме стрима или в форме записи разговора но мы анонсируем расширение программы саботаж и речь идет как раз о том пути очень узкой дорожке по которой можно пройти с тем, чтобы с одной стороны не сгенерировать риски уехать на огромный срок в Иркуту в лагеря а с другой стороны не брать греха на душу это очень сложная дорожка вот этот путь между Сциллой и Харибдой самому уцелеть других не убить и не попасть под массовые репрессии и под какой-нибудь огромный срок лишения свободы эта тема она нова о ней почти никто не говорит в паблике я думаю что мы будем ее обсуждать и с моим коллегой и с другими экспертами и я еще раз хочу я не знаю будет это смотреть человек в прямом эфире вот этот человек и другие люди или будут смотреть в записи но я хочу сказать что да вот а были те кто не стреляли вот мне хочется поддержать каждого кому приказывают стрелять в сторону Украины и кто каждый по-своему саботирует выполнение этого преступного бесчеловечного приказа и кто каждый на своем месте делает все возможное чтобы нейтрализовать или как минимум минимизировать урон от выполнения этих приказов еще раз подчеркну была бы волшебная палочка у меня в момент бы все отмотали на историю там 15-летней давности или сделать все возможное чтобы между собой родители Путина не познакомились и не позанимались в тот день сексом чтобы это чудовище не родилось но я сейчас про другое говорю волшебной палочки у нас нет мы имеем дело с реальностью и с этой войной поэтому тем мужикам кто меня смотрит в российской армии или будет сейчас смотреть в прямом эфире или потом будет смотреть в записи или их родственникам передавайте можно делать так чтобы не убивать есть тысяча и один способ для военных они прекрасно понимают как можно сделать так чтобы и танк не поехал и башня не выстрелила или снаряд упал и не разорвался надо делать все возможное каждый на своем месте чтобы эта подлая война как можно скорее остановилась и чем больше вот этой истории с саботажем и не с невыполнением преступных приказов будет чем более стихийно это будет распространяться в войсках тем быстрее сам же диктатор выпишет тормоза всей этой истории от каждого зависит очень многое и еще раз я не призываю стрелять в своих же я не призываю людей идти на очевидные преступления но где-то сделать так чтобы то что должно кого-то убить не убило я думаю что те кто вот в войсках и работает с вооружением они понимают что там нужно делать и как и всем тем вот кто пишет да на этих болванках которые запускает вместо того чтобы отправить зарядами помог чем смог вот тем кто это делает уже от меня огромное спасибо низкий поклон за то что вы это не зарядили и кого-то не убили и возможно об этом никто никогда не узнает и вы будете хранить об этом молчание или расскажете об этом старости или там как минимум после депутинизации но поверьте оно того стоит хотя бы одна спасенная жизнь это уже очень много и так да ну и о провале спецоперации по организации ликвидации главы ГУР да в общем задержанные в Украине два полковника из спецслужб которые планировали покушение на Кирилла Буданова были на связи с российскими спецслужбами пытались участвовать в координации нанесения удара баллистической ракеты с тем чтобы Кирилла убить но это провалилось в общем мне кажется что это профессиональная работа и украинских спецслужб я думаю что им наверное и коллеги помогали из блока НАТО но в общем это хорошо и наверное важно чтобы вот эти заговоры когда путинская армия пытается убить Зеленского пытается убить кого-то из руководства Украины хорошо что эти планы рассыпаются в пух и прах и контрразведка в Украине в этой части работает по этой тематике думаю что больше лучше посмотреть наверное в пабликах украинских каналов или возможно если там появятся какие-нибудь интересные подробности этого детектива расскажу об этом в ближайших стримах вот но отметить их успех нужно молодцы в ближайшем